здравствуйте друзья вы на канале арт мимишки мне сегодня хочется нарисовать коты который охотится вы знаете когда они видят птичку или когда они видят мышку они начинают подтягивать это выглядит так смешно так умилительно у меня кот когда видит птиц которые садятся на кормушку он просто тявкает это просто какое-то вот такое милое потявкивание и я понимаю мне его жалко он потому что он не может схватить эту птичку и он не знаю от счастья от горя или от чего он начинает как собачка потявкивать на чем я сегодня рисую у меня формат а5 я рисую гуашевыми красками а да кстати и ехала на работу и видела как охотится и прижимается к земле черный котяра ну зрелище такое очень красиво и когда кошки охотятся это очень красиво в них столько грации ну ладно давайте сразу будем рисовать рисуночек такой достаточно простой и рисую я на обратной стороне папки из под бумаги для акварели очень хорошие вообще здесь картон по цвету классный по структуре очень хорошо впитывает в себя краску и работы такие знаете какие-то бархатистые получается я вам рекомендую что мы делаем мы сейчас немножко так как этот коте охотник на снегу мы притонируем чуть-чуть свой формат и чем я буду это делать а я это буду делать вот по этому шикарному серому цвету белой гуашью беру белую гуашь немножечко я ее взбиваю да с кисточки немножко стряхиваю и смотрите и вот такими движениями в любом направлении в котором у вас получится давайте мы сейчас и нанесем краску на свою работу вот смотрите что у меня получилось я даже не все прокрашивала белым цветом так как у меня флейт щетинка старенький разлохмаченный то и у меня получились вот такие вот бороздки сквозь которые проглядывается этот прекрасный нежный серый цвет и это то что нам надо сейчас выбираем цвет кота любой цвет какой хотите хотите черный здесь конечно будет шикарно смотреться черный но не совсем черный я хочу а я хочу коричневого кота и я сделаю сейчас замес красного и черного замеса получите достаточно много вот у меня такая хорошая густая лужица и смотрите вы можете если вы человек смелый а чё тут вообще это чего тут бояться ну давайте вот просто покажу вам построение да вот всегда всегда нужно отталкиваться от построения так поэтому я возьму тоненькую кисточку и я вам покажу я двигалась обратили внимание да я до двигалась своей кисточкой под углом уж какой вы угол возьмете это не важно но вот у меня угол примерно 45 градусов ну так рука берет она и у вас также возьмет и по этому же движению мы вот в таком вот диагональном направлении сделаем нашего котика это будет самое самое удобное так давайте определяем ему на этом рисунке ничего не будет только коте на охоте и там пару травинок поэтому рисуночек простой но очень динамичной и давайте наметим голову нашего котика вот она голова вот такой ушастенький и сразу намечаем ему ушки одно ухо будет здесь а второе ухо будет вот здесь его мордочка располагается знаете немножечко в 3 3 четверти и вот посмотрите как я вывела эти ушки их можно сразу и закрасить вот знаете чем хороший рисунок на этом рисунке будут только глазки и все ну и немножечко вот это ухо мы выведем а все остальное он такой вот темненький наш котик и вот здесь у него мордочка будет вот вот мордочка вот носик я это специально показала знаете я даже носик выведу немножко розоватым чтобы это все было видно а глазки от носика вот если мы проведем вот эту вот линию вот так вот прям намечаем то один глазик будет здесь давайте сделаем ему такие желтые глаза когда они охотятся глаза просто увеличиваются в два раза в смысле забыл фонарик включи кота так один глазик я сделаю а второй глазик я сделаю вот здесь вот вот он будет этот глазик он целиком и не виден этот глаз вот он помещается вот сюда вот в мордочку видите вот такой вот будет котик но и сюда вот у него идет вот идут щечки вот они немножечко даже капельку выделяются но если они у вас даже не выделиться эти щечки а вы вот так сделаете все равно рисуночек будет очень смешной и хороший и теперь давайте тельца видите вот эту вот точку до макушка так вот от макушки идет шея не здесь идет шея а вы ее гладите как бы кисточкой проходите мимо ушей и вытаскиваете эту шею вот она эта шейка пройдет он весь вытянулся как струна ведем линию от нижней части нашего шарика вот сюда вот проводим линию и все это шея не длинная выходит в прекрасное туловище вот от туловища это очень вытянутый немножко изогнутый овальчик прям сосиска прям реальная вот такая вытянутая сосиска и эту сосиску я располагаю вы можете даже себе помочь вот по линии движения как я закрашивала кисточка видите и вот здесь вот чуть-чуть я даже попку приподниму пятую точку приподнимаю вот и все и теперь лапка после шеи да идет плечевая часть вот плечо идет вот оно это плечо я даже прям вот кружочком его покажу плечо а вот здесь вот бедро мощное котовское бедро коты хорошо бегают хорошо хорошо прыгают и у них хорошие у кошачьих очень хорошие бедра это бедро вот когда вы рисуете овальчик то вы выведите чуть-чуть бедро вот этот овал за пределы вот этой сосиски тоже очень удобно вот капельку вывели за пределы сосиски и все супер все отлично так передняя лапа протянулась красиво по балетному вперед это просто вот так вот дуга такая изогнутая видите такая красивая дуга эта дуга она не сильно выходит за пределы головы она даже возможно и в пределах головы вот так вот если провести линию условно то вы найдете длину вот этой лапы и поглаживаем поглаживаем эту лапку она немножко увеличивается к туловищу вот прямо буквально чуть-чуть вот и сливается с животиком вот такая хорошая котовская лапа а что задние ножки а задняя нога она идет по тоже по линии движения и она идет вот сюда вот раз и здесь от центра от центра пятой точки вот сюда идет и она углубилась в снег это лапа мы ее не будем прорисовывать мы очень хитрые товарищи нам трудно вот увидеть расположение окончания этой лапки да и мы ее в снегу сделаем но зато от спинки я выведу хвост большой хороший хвост который тоже будет располагаться по линии движения нашего с вами рисунка это такой гладко шерстный код и вот так вот мы расположим и это хвост такой длинный что он вообще выходит тоже за пределы рисунка смотрите сейчас я все закрашу закрашу все темно коричневым никаких сильных вообще здесь света теневых вещей я делать не буду а глазки я сделаю знаете каким цветом я сделаю белый с желтым глазки можете сделать сразу глазки можете сделать потом я вот сразу сделаю пусть они пока у меня подсыхают такие вот лимончики сделаю один лимончик и другой лимончик а другой глазик это будет пол лимончика и закрашиваю всего котика вот такая капля шоколада имеющая форму коте у меня получилось сейчас я сделаю розовый носишка прям вот выделяется он будет выделяться на этом коричнево-черном фоне и смотрите для того чтобы сделать носик вы должны будете подождать пока высохнет ваш котик так и вот капельку капельку розового вы и сажайте глазки уже подсохли и в глазках давайте сделаем зрачки а зрачки это просто две черные полосочки вот эти полосочки располагайте чуть-чуть ближе к краю лимончиков видите вот так вот я полосочку одну сделаю и полосочку другую сделаю обязательно сделаю блики в глазах здесь позволяет и размер в этот замес я добавлю белый у меня получится вот такой вот цвет какао красивый да и немножко я выведу даже чуть-чуть типа и папа ярче можно в смысле посветлее я выведу ушки ушки вот так вот на макушке а это ухо мне и не видно а здесь что мне еще выводить мне здесь больше нечего выводить ну продлю вот эту вот лапку продлю и вот здесь вот капельку покажу бедро все больше ничего показывать не буду ну хотите можно чуть-чуть спинку сделать посветлее вот так вот опять-таки полусухой кисточкой и погладьте по спине и вы знаете мне хочется сделать легкий намек на полосатость кота а то прям реально получается такая шоколадно бесформенная капля и возможно а ты слушать а давайте мы сделаем для красоты какие-то неявные узоры на его спинке прям вот такие вот тоже полусухой кисточку я сделаю а вот у нас такой красиво полосатый котейка и вот здесь вот кот таби я обожаю котов таби обожаю этот раз боевой раскрас как я его называю думаю что хозяева называют этого кота шоколад а может быть капучино а может быть кофеек какой-нибудь так ну и давайте самой тоненькой кисточкой какая у вас есть нарисуем усы которые просто готовы к охоте и наш котик готов к охоте и его усишки тоже готовы тоже на страже кот у нас готов давайте сделаем тень на снегу она будет голубая берите любой голубой так такой вот достаточно знаете я возьму не нежно голубой а возьму такой вот хороший и вот сюда смотрите опять-таки я кисточку почти положила на работу и она у меня опять таки вот сегодня работа знаете полусухой кистью и она очень хорошо делает тень просто реально делает прекрасную тень от кота на снегу где-то сделаете тень более явную там ппт она будет даже и по поярче до в этот замес еще чуть-чуть с одной стороны добавьте побольше синенького вот и проведите капельку поярче тень там от лапки возможно от животика вот смотрите как у меня кисточка она реально лежит на работе реально просто я ее положила и этой тенью вот здесь вот лапу которую мы не сделали окончание этой лапы капельку и под закройте но между тенью и между лапой будет белый кусочек снега мы покажем что это лапа снегу так ну хвост может быть и не в тени смысле от хвоста тени не может быть она вот здесь вот может вот сюда выходить за пределы рисунка так ну и давайте замеса сделали мы много для котика да вот этот вот коричневый если вы сюда добавите желтый у вас получится прекрасный охристо зеленоватый цвет и вот этим вот цветом мы сейчас и сделаем травинки светло коричневые они будут или вот такие зеленовато коричневые они будут я вот в этот замес еще и беленького положу вот такие они высохшие травинки и кисточка для травинок должна быть смотрите влажная и в этот замес я рекомендую вам даже добавить капельку водички я возьму кисточку с длинным ворсом ригер или лайнер или снайпер и смотрите вот этой кисточкой я и буду рисовать травинки они заходят и на кота их можно рисовать вообще как как рука возьмет они могут быть и потемнее посветлее смотрите как красиво вот в этой лужице из которой я вытаскивала коричневый цвет для кота я просто провожу этой кисточкой и здесь у меня получаются и светлые и темные травинки и вот здесь вот будут хорошие травинки то есть кот выглядывает ему обязательно надо вот я заметила тогда я играю со своим котом он обязательно прячется за пакетиком за коробочкой то есть кот должен выглядывать он должен быть невидимый для добычи добычи себе там прыгает скачет ничего она еще не подозревает а тут уже тут уже котики сделайте нежно голубой и возможно а в травинках да сделайте тень от травинок на снегу буквально чуть-чуть просто кисточкой взмахните капельку а можно и не делать это вот по желанию все вот эти вот вещи но и смотрите и сделаем отпечатки лап лапочки такие идут лапочки с пальчиками несколько лапочек с пальчиками но вы поняли что мы-то две лапы нарисовали у него на самом деле четыре лапы но просто эти лапы согнуты и нам не видны за его тельцем ну и смотрите что нам осталось а нам осталось просто показать блики блеска в его глазах вот наш прекрасный кофейный котик готов вот наш охотник готов давайте будем убирать скотч вот такое коты охотник получился я даже не стала рисовать птичку и мышку здесь это не важно здесь важно его напряженное вытянутая тельца и его желание кого-то схватить просто да хорошего творчества вам желаю наслаждайтесь работой наслаждайтесь процессом пока пока еще увидимся